Так, девочки, вот смотрите, какая я пришла. А вот и наша Виктория. Привет! Впервые в гости с ночевкой едет Алена. Я уже показывала девочке этот рецепт. Смотрите, берите фломастер. Все, в принципе. Еще? Да. Мы выбираем с Викулей лак. В общем, у нас седьмой ряд. И это камерная маленькая сцена. На самом деле здесь все будет видно, мне кажется, с любого места. Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи. Мы начинаем новый влог. Сегодня утро ваше прошло без меня. Объяснял почему. Я сегодня проспала. На самом деле сегодня у Данечки был утренник. Мы проспали. Нас еще попросили. Самое интересное, мы все время приходим раньше, да? Но сегодня всех попросили прийти до 8.20. И, конечно же, я проснулась в 5 минут 9. Просто я как угорела и начала собираться, не попив кофе, ничего. Даньку разбудила. Быстренько почистили, умылись. Почистили зубы, умылись, собрались, оделись. И побежала. Опоздала всего лишь на 10 минут. Вот. Сегодня у них был утренник. Такой Данечка был у меня нарядный. С галстуком, в рубашечке. Такой весь классный. Вот. Жалко, нету фотографий там, где он один пока что. Если будут, я вставлю сюда. Но вообще не всей группой. И я помню как-то в садике был какой-то утренник. Я там немного подсняла. Потом мне чья-то мама писала. Вы там подсняли мой ребенок там у вас где-то. Я, короче, там вырезала долго и нудно все это. И я теперь вообще чужих детей нет. Стараюсь, чтобы вообще у меня никто не попадал в видео, честно говоря. Сейчас я уже иду за Данечкой в садик. А я сегодня была целый день дома. И я целый день снимала. Еще мне ставили палки в колеса тем, что выключили свет сегодня. Короче, выключили свет, и мне только и оставалось то, что снимать. Пока свет был не выключен, я монтировала видео, делала новый заказ. Что-то там собирала. Ну, свет нужен. Знаете, вот электричество, когда отключают электричество, ты понимаешь, что, блин, все завязано на электричестве. Хорошо, у меня была батарейка заряжена. И я сняла видео. Вот, наконец-то, такие. Кстати, видео снимала как раз такие вещи, которые я отдаю. Это предыдущее видео. Вот, оно выйдет, и как раз я хоть что-нибудь вам наснимаю на влог. Вообще, сегодня собиралась поехать к Кристине, но из-за того, что все вот так вот тормознулось, не получается, не получается. Мне надо вещи ей отвезти, очень много всяких вещей. Она у меня вещи свои оставила в машине, там вещи еще забыла. В общем-то, и она тоже для вас должна видео снимать, а у меня кое-какие вещи для съемки. Ее лежат в машине, она их забыла. Они выпали. Вот, поэтому сегодня мы не поедем. Завтра у меня будет фотосессия. Вот, я немножко вам подсниму. Может быть, фотосессия, я к девочкам поеду. Ну, посмотрим. Не знаю, подсниму, не подсниму. Подсниму. Девочки, всем доброе утро. Хорошая новость. Я не знаю, как я сейчас выгляжу. Просто я беру сейчас 7 утра. Я беру, захожу в Инстаграм, и вижу сообщение от Натальи Остапенко. Это той, которой мы с вами из прямого эфира решили подарить микрофон. Потому что у нее 6 детей, и мы вместе, да? Ну, я как бы дала идею. Вы все поддержали подарить микрофон именно этой семье. Караоке микрофон детский, потому что не все понимали, какой микрофон. Уже кто-то забыл, что я в прошлых своих видео разыгрывала микрофон среди своих подписчиков. Историю расскажу, да? Кто не знает. И я разыграла микрофон активной участницы, которую запомнила в комментариях. А она сказала, у нас есть уже микрофон такой, подари, пожалуйста, кому-нибудь его другому. И накануне я провожу прямой эфир, и там появляется женщина, у которой 6 детей. И она просто рассказывает о том, что когда учатся в школе, все просят помочь, а их 6. И вот, и я была в шоке. Блин, 6 детей это так много. И у меня прям... Я спросила, из какого она города, но чат был сумасшедший. И вот, и, ну, в плане очень быстро шел. И я пропустила город. И она мне написала, пишет, Селена, добрый вечер, спасибо вам большое за все. Я просто не ожидала, что вы меня выберете. Спасибо огромное за подарок. Да, она не ожидала, и намека даже на это не было. Вот, написала она мне свой адрес, она из Брянской области. Пишет, спасибо огромное за все и хорошие пожелания. Все, Наталья появилась, супер. Нам не пришлось ждать целую неделю. Мы ее искали все. И вот, девочки говорили, что вот ее зовут Наталья. Кто-то написал и фамилию, и имя. Вот она написала, так что... А вообще сегодня у меня еще фотосессия будет. Сегодня пригласила меня моя Аня. Помните, она давно накрасила, укладывала меня. Вот. И она пригласила меня с девочкой сделать мне макияж, красивые локоны. Я думаю, о, классно, сейчас они мне сделают красоту. И она не должна пропадать. И я позвонила своему фотографу, которая уже, ну, мы... И уже не один раз, и не два даже, по-моему, даже три фотосессии у нас уже было. Или две, или три фотосессии. Но мне очень нравится, как она фотографирует. Вот. И я ей позвонила, говорю, что ты делаешь в это время. Говорю, давай, у меня будет красота. Я говорю, давай пофоткаемся пару образов, хотя бы сделаем какие-нибудь уличные стрит-стайл. И у нее было время, вот. Так что сегодня у меня макияж, прическа, фотосессия. Встречусь с девочками, погуляем, пофоткаемся. И, в общем, вас беру с собой, что-нибудь поснимаю. У меня, кстати, еще голос мужика, как я говорю. Я просыпаюсь, и во мне такой бас, бас во мне басит. Ну, и сейчас чуть-чуть я расшатаюсь. Время сейчас 20 минут 8-го. Сейчас уже Денечку буду в садик одевать. Вот, и готовиться к фотосессии. Нужно голову помыть будет. Уже с чистенькой головой идти, чтобы мои нарощенные волосы там не трепали. Сразу уже укладывали и красили. Ну что, мои хорошие, мы вышли в садик. Погода сейчас еще пока прохладненькая, но уже хорошо, потому что вчера была вообще бомбисима погода. 13-14 градусов. Теплый, просто теплый летний воздух. Вчера прям не хотелось с улицы уходить. Сейчас чуть-чуть прохладно, но я думаю, днем будет тепло. Я уже чувствую лето. Вот такой мой рабочий прикид. Рабочий, рабочий прикид. Денька всегда в садик одевожу. Не знаю, мне нравится этот костюм. Вот пока холодная погода, он тепленький. Курточка моя любимая. Все, прям это это. Рабочая садиковская одежда. Я начинаю практиковать утреннее радио. Включаю радио, какая-нибудь передача идет, музыка играет. Так, помыла голову, не досушила до конца, потому что думаю, если я сейчас высушу, и на сухие волосы уже, когда будем делать укладку, мне кажется, она будет немного, не так долго, короче, держаться, как обычно. Так что я полувлажные такие еще оставила волосы. Я сейчас шапку одену, вот, и пойду уже, и Аня будет уже там досушивать, чтобы закрепить хорошо. Вот. Взяла с собой три образа. В общем, один образ, это в котором я сейчас иду, он такой удобный. Это мой новый свитер, распаковочка была на втором канале. Это мои брючки. Это брюки из биржки. Вот. И вот тут мои черные ботинки. Я возьму новую куртку, черную свою тоже. Она мне нравится. Но не буду брать длинную, потому что хочу взять короткую. Хотя можно было бы и длинную взять. Потом взяла комбинезон свой новый, тоже белый, с распаковки. Еще не знаю, какие там фотки получатся. Но, короче, взяла его. Может быть, где-то в кафе там присядем, где-то так. Вот. И второй образ взяла с платьем. Ну, такое платье бежевое. Он такой весь нежный, бежевый. И на каблуках, в сапогах. Вот. Будет у меня вот такое. Еще, думаю, что-нибудь взять надо, чтобы какой-то образ был, может быть, с заколонными волосами. Да. Не все с распущенными, а что-то с заколонными волосами. Короче, резиночку возьму. Взяла пару аксессуаров. В общем, поехали уже. Вот так вот я выхожу из дома. Хотела еще Кристинкины вещи в машину бросить. Но понимаю, что еще мешок с собой тащить. Короче, вот обувь у меня здесь. Здесь вот платье, в котором я буду, сумочка. Вот это вот решила взять, одеть не черную куртку. Не хочу в ней фоткаться. А вот в этой. Ну, чтобы меньше тащить. Розовый шарфик свой, наконец-таки, одела. Надела. На улице была. Ага, дать. Что на голове? Что это? Что это? Что это? Что это? Ну-ка, мотенька, причешись. Кому вообще сигналит? Точно не мне. Так, не буду шапку одевать. Слушайте, она как-то портит. На голове залом какой-то делает. Хотя у меня сейчас и будут эти кудри, да? Нормально все. Что-то я одела этот шарф. И я вам скажу, что жара на улице конкретная. Его можно снять. Это по улице, если я прям буду там идти. Будет ветерок. Я его накину. Актриса, блин. Так, вот все. Мои недосушенные волосы. Хочется почесать немножко. Кстати, 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 кстати. Кто спрашивает, мне у них комфортно. Спать комфортно. Все комфортно, короче. Да. Единственное, что было бы некомфортно, если бы мой мужчина все время там руку запускал бы, да? И такая пластмассовая голова немного. Но мне вообще прям нужно делать нарощенные волосы, пока мы живем на расстоянии. Так, забиваем адрес. И нам как раз где-то 20 минут ехать. Я как бы знаю, как ехать. Но. Короче, настроение у меня огнище, как всегда. Как только у меня фотосессия, я думаю, ну ладно, один образ возьму. И нифига. И вот уже думаю, ладно, два возьму. А вот перед выходом уже думаю, да ладно, три. У меня фотограф хороший, она быстро фоткает. Она быстро видит кадр и такая, щелк, 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 есть. Все, я быстро переодеваюсь. Щелк, 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 есть. То есть не так, что мы там долго что-то там примеряемся. Она такая, на скорости. Вот мне нравится. Вот, поэтому я ее пригласила. Вот, надеюсь, короче, будут классные фоточки, как всегда. Вот, и лента моя инстаграмма заиграла другими красками. Так что вот мой инстаграмм. Подписывайтесь обязательно. Лайкайте мои фоточки. Я для вас стараюсь. Для вас. Для ваших глазонек. Вот. Потом, короче, мама сегодня позвонила. Обои решила сделать. Говорит, последний солнечный день. Я говорю, мам, ну только не сегодня. Она говорит, а потом будет дождь. А суббота, воскресенье я с малым. А она с малышом не хочет. Потому что, ну, сложно на самом деле. Правда, по магазину с малым. Не сосредоточимся. Он все время на себя тянет. Это одеяло. В плане внимания. Поэтому, конечно, лучше идти вдвоем нам с ней. Ну, получается, суббота, воскресенье я с малышом. А сегодня пятница. У меня прям вот просто уже давно я все это забила. Договорилась с людьми. С визажистом. С парикмахером. С фотографом. То есть. И все это получается вот на целый день. Я говорю, если только вечером. А мама вечером уже вся такая, бесил. Она говорит, я поеду сама. Я говорю, ну как? На такси ты поедешь сама. Ну, нет. Вот она говорит, мне хочется все скорее все сделать. Все успеть. У меня вот тут время есть. И я поеду. Я говорю, ну, езжай. Ладно. Сказала, будет скидывать мне. Я говорю, обои, обои выбирать. Я говорю, ты же обои выбери, чтобы классные были для съемки. Она говорит, ну, я тебя буду скидывать. Вот жду. Пока еще ничего не скидывала. Не скидывала. В общем, ладно. Поеду. Буду с ней на связи. Так бы хотелось мне ее, конечно, отвезти, привезти. И вообще посмотреть, что она там делает. Вот. Ну, все, короче. Поехали. Ну что, мои хорошие. Вот я пришла в салон In Parish. Салон красоты. Девочки меня уже ждут. Пойдемте. Ой, столик. Смотрите, как клево. Теперь я вижу, где девочки кайфуют. Просто кофейко выпить, то, сё. Вот это они круто придумали вообще. Так, девочки. Вот смотрите, какая я пришла. Канюта недосушена к девочкам, да? Вот. Чуть пушонные мои волосы. В общем, посмотрим, что они из меня сделают. Пока что мне сделали только локоны. Смотрите, я не буду их трогать, потому что они должны сохраняться пока упругими. Смотрите. Вот такая прическа. Ну, когда у нас начнется фотосессия уже конкретно, да, сейчас мы сделаем макияж, пофоткаемся для того, чтобы люди видели, что могут делать в этом салоне In Parish, что делает Анечка. Вот такие красивые локоны. Сейчас еще макияж сделают. Другая девочка, вот. И потом я уже поеду и более-менее я растреплю, будто у нас такой стрит-стайл фотосессия. Вот меня и накрасили. Сейчас мы подбираем помаду какую-нибудь матовую, чтобы я, когда буду переодеваться, чтобы я не испачкала одежду. Вот. Но мне вот с блеском очень нравится. Смотрите, какая красота. Макияж сделали такой универсальный, чтобы он подходил под все три образа конечника. Можем сделать, если вы хотите, ну, что-то похожее к упалам. Вот этот хороший. Вот этот, да. Какой это был? Это было 100. Да. Та-дам. Я уже приоделась. Бегу на фотосессию. Только мне нужно забежать за своим комбинезоном, потому что я его забыла дома. У меня 40 минут есть. Скоро приедет мой фотограф. Я побегу домой. В общем, красота. Мы сейчас наснимались, нафоткались. Чувствую себя бомбезно. Прям как будто я из крутого кинофильма. Кинозвита. Ну что, крошки мои, я вообще реально чувствую себя суперзвездой. Вот. Скоро смонтируется видео. Девочки тоже там классно так снимают, видосики. Вот. И будет в ленте у меня в инстаграме видео вообще. Потому что у них вот это вот местечко, которое я вам показала. Мы прям там фоткались на балкончике. Прям классно так вообще. Прям Париж, Париж ощущается. Вот. А я забыла комбинезон, да, свой белый. Представляете, я сижу, меня уже красит девочка. И я такая, опа, я забыла комбез, блин. А это у нас бомба просто комбез. Так что сейчас я лечу. Лечу, лечу. А как я лечу? Прямо лечу. Вот так. Потом налево лечу. В общем. А потом вернуться снова сюда надо. Я переоделась. И вот сейчас уже как раз таки вовремя успеваю. Все, у меня пять минут даже еще остается. Виктория, фотограф, ждет меня на углу. Вот здесь сейчас я ее заберу. Ой, она же может не узнать меня. Последний раз мы с ней виделись. Я еще на финики гоняла. Теперь у меня та иота. А вот и наша Виктория. Приветик. Все. Мучим искать места. Что, крошки, мы закончили. У нас вообще супербыстро. И вот за что мне нравится Вика. За скорость. И за то, что она делает очень классные фотки. Она мне уже так прокрутила, быстренько показала. Я прям бомба-бомба. Прям даже больше, чем я ожидала. Я бывает делаю какие-то образы и думаю, блин, ну не знаю, ну не знаю. А в итоге, когда начинаем работать, и когда она показывает кадр, как она видит, мне очень нравится. Короче, залетайте ко мне в инстаграм, обязательно смотрите, что у нас получилось. Да? Ты довольна? Да, я очень довольна. Все. Вику оставляю здесь и сама поехала снимать для вас видео. Пока. Пока. Вот я когда в фотосессии, блин, надо брови мне подкрасить на самом деле, чтобы кто-то размазала и чутка. Вообще нормально надо покрасить брови. Записалась, кстати, на маникюр я пораньше, потому что я записалась вообще сначала на 12 число, а сейчас смотрю, думаю, да уже в принципе можно было бы пойти и сделать. Но так как у меня не будет времени, сейчас суббота, воскресенье, потом что-то в понедельник, в итоге я на среду. А, у нее во вторник время неподходящее, в итоге на среду. Вот. В общем, будет скоро маникюрчик, и я хочу сделать френчик градиент. Вот. Не классический, а градиент такой. Ну и вообще чуть-чуть надо, вот, нет, длина сейчас классная, но я бы чуть-чуть все-таки подрезала, а то уже неудобно, и я боюсь, они могут сломаться. Кстати, сейчас я мчу скорее-скорее домой снять видео вопрос-ответ. И, блин, уже столько вещей, уже три образа у меня было для фотосессий, и нужно для видео что-нибудь новенькое придумать, что под эту прическу, под все. Мне, честно говоря, нравится, вот у меня до этого были яркие губы, да, сейчас я их стерла. Мне больше нравится вот так. Мне кажется, что такие яркие губы, но они чисто для фотосессий, для какого-то контраста, если какая-то одежда неконтрастная, да, но вот сейчас я одела этот свитер, и я понимаю, что я хочу губы такие прям, чтобы они блеском были только накрашены, и все. Мама, кстати, была у меня на связи все это время, она выбрала обои. Я, конечно, хотела, чтобы она взяла прям какие-то белые-белые, и, возможно, чтобы там был выбитый рисунок, и, возможно, чтобы этот рисунок, если прям хочется, да, был немножко какой-то, как, знаете, есть такой, как шелковый, да, немножко отсвечивал где-то там местами, да. Но вообще я за белую стену, ну, вот немного узора. Но мама говорит, мне так не весело жить, мне будет скучно жить, я же для съемок стараюсь, да, чтобы вот ей было классно. Но в итоге она выбрала, я говорю, мам, если тебе скучно будет жить с белой стеной, да, и с минимализмом, то, говорю, конечно же, меня не надо, ну, как бы, не на меня слушать, бери то, что ты хочешь. Вот, ну, моя мама тоже такая интуицию свою слушает, она говорит, нет, мне в квартире жить, я, конечно, все понимаю, съемки. Ну, в общем, выбрали нейтральные обои, у нее, посмотрите на канале, она как раз-таки все снимает, сейчас делает ремонт дома, да, и все снимает, она хочет переклеить обои, хочет покрасить подоконник, поменяет занавески, наконец-таки розовую уберет, возьмет, по-моему, светлые какие-то занавески классные. Вот, обои сегодня она взяла, скинула мне фотографии, в общем, посмотрите мне самой, очень интересно, как будет все это дело смотреться. Вот, и, конечно, хотелось бы мне ей помочь, но вот сейчас выходные, суббота, воскресенье, вот сегодня пятница, да, я вот, она только пришла сейчас с работы, сегодня она ничего не будет такого делать, мне кажется, с работы, Господи, с какой работы. С Леруа приехала, вот, а я сейчас еду снимать домой, вот, потом за малышом и все, когда малыш со мной, я вне зоны доступа, как бы, ну и мама тоже вот с малышом, это, конечно, мы ничего не сделаем, не поклеим, нет, это одна нервотрепка будет, вот, поэтому суббота-воскресенье я отдыхаю с малышом, мама дома занимается ремонтом, я бы с удовольствием хотела ей помочь, но она у меня такая скоростная, и я вот пошла в нее, если честно. В плане, когда, помните, я стелила линолеум, и мне все говорили, ну попроси брата, блин, брат работает у меня с утра до вечера, у него есть выходные, но я не хочу ждать этого выходного, и в конце концов я не безрукая, могу сама постелить линолеум, во всяком случае попробовать. Если бы не справилась, я бы попросила, конечно же, брата, но в итоге я справилась, все хорошо, я еще сняла вам контент и показала, что девушки тоже могут стелить линолеум, хотя это очень тяжело было, да, ну и тяжело было только таскать этот линолеум тяжелый, вот и все. И мама у меня такая же, я ей сказала, говорю, подожди, давай я тебя в понедельник отвезу в Леруа, она говорит, нет, мне надо сейчас, вот я хочу сейчас, я поеду на такси, и все, понимаете, то же самое с поклейкой обоев. Мне кажется, когда придет день, когда я смогу ей помочь, она скажет, а все готово, вот, так что давайте следить на ее канале за ее ремонтом, по возможности, конечно, я ей помогу. Ой, девочки, сейчас снимаю видео вопрос-ответ, у меня, короче, батарейка села, я сейчас час снимала видео вопрос-ответ, еще несколько вопросов остались, так что, а мне надо бежать за Денечка уже, сейчас я иду за Деней, такое эмоциональное видео вопрос-ответ, на самом деле получается, столько всего вспомнила, классные вопросы, я побежала за Денькой. Ой, все, мои хорошие, наконец-таки я сняла видео вопрос-ответ, лет, оно такое длинное получилось, я, наверное, что-нибудь там повырезаю, вот, ну, блин, на час, мне кажется, точно видео получилось, потому что очень много, 133 вопроса, вот, ну, может, на 100 я ответила, вот, ну, постаралась выбирать какие-то новые, на которые я еще не отвечала, вот, ну, какие-то, может быть, чутка повторятся, вот, видимо, это сильно так интересует людей, придется повторить, вот, сейчас у меня через 15 минут прямой эфир в Ютубе, и я пошла готовиться, готовить печенюшки. Ой, девочки, провела сейчас прямой эфир, устала немножечко говорить полтора часа без умолку, сейчас решила волосы расчесать, слушайте, они прикольно расчесываются, смотрите, и у меня так они залаченные, что они у меня, ну, красивая кудря остается, вот, я сейчас ее этими пластами немножечко, все прям комплименты мне делали в прямом эфире, в силе, как классно, как классно, с прической такой, оно все так хорошо расчесывается, вот, кстати, залаченные волосы, они, знаете, работают, как сухой шампунь, волосы присушивают, может, они не так жирнится у меня будут в этот раз, смотрите, какая волна красивая, да? И меня что-то так на розовый потянуло, девочки, вот, блондый, длинный, все, и меня прорвало на розовый, я себе столько костюмов розовых заказала, нежно-розовый, яркий розовый, красота, усилия, кайф, супер, все, все везде прочесано, классно, и я суперзвезда, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, мы ложимся спать, я сейчас сделаю чаек, немножко прополоснуть горлышко, да, там бутербродик какой-нибудь съем, может быть, и прилягу, включу что-нибудь, танцы, я сейчас танцы смотрю, потом холостяка буду смотреть, ну, танцы я имею в виду, там у меня несколько выпусков, на самом деле, которые мне нужно посмотреть, а еще мне нужно умыться, смыть мой супер макияж. всем доброе утро мои хорошие бодрячок время половины первого я утром уже встала смонтировала видео и сейчас занимаюсь уборочкой созвонилась списалась соленой они ждут ну как и ждут они сейчас тоже она там прибиралась дома говорит давай викторию витальевну уложу спать она проснется и потом уже мы приедем все заберем их я не знаю что мы будем делать сразу поедем к нам в гости либо может быть мы заедем в икею если она захочет или может ну да в икее цветы посмотреть вот единственное что как бы мы могли прогуляться вот по поводу того что ну на улице сейчас дождя нет хотя смотрю там ветерок кое-какой не знаю под вечер захотим мы сейчас с детьми куда-нибудь пойти прям жестко так повеселиться потому что сейчас суббота если погода плохая на улице то сейчас там трындец ажиотаж какой вот как бы мы не это может быть лучше дома они поиграли бы погуляли бы тем более завтра мы в театр с денькой идем на два часа вот и у нас не так-то много времени у нас получается утро вместе до обеда провести и вечер после четырех поэтому наверное мы не будем никуда отвлекаться а вот я хочу пригласить их сделать им ужин сейчас я короче убираюсь чтобы в чистоту их позвать пригласить мой пол и все тут пыль везде вытираю вот закину сейчас в стирку вот это вот белье такое розовое для моих принцесс надеюсь оно высохнет оно вот легкое что мне нравится и вот это вот это у нас ой забыла как называется материал сатин сатин до сатин и есть сатин ну такой он прям плотные а есть очень легкие и вот у меня есть два комплекта которые легкие которые можно это прям постирать а вечером они уже высохнут в общем я надеюсь ну что закончился завершающий этап моей уборки это я помыла полы сейчас немного еще протру поверхности и кстати кто вот спрашивает про вот эту швабру мою ой ну по эксплуатации уже какого-то времени я вам могу сказать что я воспринимаю эту вещицу как игрушку все таки потому что до стоять тереть на одном месте проще честно говоря тряпкой правда вытереть там засохшую еду мелкину там да или еще какие-то пятна короче мне напоминает вот это вот эта швабра мне напоминает уборку не лучше чем это делает моющий робот пылесос который сам прошел по пылесосил сам протер за собой полики поэтому как бы ну я естественно сдавать это не буду как бы что тут какие придирки у меня до сих пор кстати один ролик один ролик вот как-то сейчас его разберу покажу у меня набирает воду один набирает воду второй не набирают вот здесь вот вода грязная видите а здесь вообще чуть-чуть хотя они закреплены одинаково хорошо одинаково хорошо крутятся я уже не знаю как их там закреплять нужно но вот к сожалению такие дела короче игрушка просто игрушка ну мне нравится играть я играю девочки наконец-таки убралась батарейка у нас здесь разряжается и убиралась кстати время сейчас два часа 10 минут третьего а я начала пол первого да я вам сказала два с половиной часа ну чё попыли сосила помыла полы вытерла везде пыль постирала туалет ванну помыла знаете если ты очень сильно хочешь ты можешь как бы быстро все успеть вот короче все чистенько слава богу теперь могу приглашать гостей и я уже спокойно что они в чистоте ссорят все можно снова загрязнять на самом деле я убираю а дэнка идет и следом все это мусорит все мысли забыли прошу то девочки обожают прошу то на дэнни прошу то на любимый прошу то скажи да смотрите как есть окорок свиной мама счастлива я сделала себе кофе еще хочешь прошу то короче я сделала себе кофе и она стояла два с половиной часа до пол первого пол второго по 3 до 2 с половиной часа стоя кофе моё и сейчас вот я его подогрела и в конце концов добью до трех часов надо выпить кофе все еще сяду немного передохну и будем собираться уже ехать за аленкой и викторией ух мои хорошие наконец-таки мы сели в машину дэнечка ну всегда когда кто-нибудь маленький ездит у нас у нас настюша она старше нас и она садится едем да и она садится на большое кресло ну вот это чуть побольше кресла а кто маленький я сажаю на дэнки на кресло потому что она ну поменьше она там как-то покрепче вот и дэнка сразу сел сюда ему так нравится на новых местах сидеть вот там уже играется с моим шарфиком все мы уже выезжаем нам ехать 25 минут до алены они уже собрались там почти одеваются вот на улице дождь до погода ветер так не очень особо вообще гулять не кайф в этом игру сейчас я их заберу и мы будем решать что мы будем делать скорее всего мы просто приедем к нам зайдем в магазин купим каким-нибудь вкусняшек еще на вечер и я буду готовить ужин сегодня хочу их угостить тольятели с креветками вот ну а малыша можно сделать мои фирменные оладушки из супер кефира как я люблю вот видите погода у нас какая серая солнышко нет вообще энергия уже совершенно другого в теле течет а когда солнышко как будто знаете это бомба какая-то внутри взрывается счастье энергии куча идей а вот так вот что это такое крошки мои ну что смотрите кто ко мне впервые в гости с ночевкой едет алена и моя принцесса виктория скажи всем привет первое что мы собрались соленой поделать это сделать чайок и я сюда положила чай будем пробовать кстати чай называется добрый чай вот гармонизирующий со всякими разными травушками муравушками добавила немного тимьяна немного розмарина и добавлю сейчас шиповника еще чуть-чуть делаю в чайничке потому что нас двое не знаю кстати сколько шиповника добавляю добавлю три штуки а тут откуда ни возьми я уже показывала девочки этот рецепт на самом деле а у тебя же такая же камера показывать не буду решила угостить алену а я уже говорила даже вам что решился рассказать да так я кстати не не пробовала сыром не не добавлю вкусно он тоже как слабо так чем мы добавляем сливки и потом уже всякие приправы я люблю что вот этого соуса было много он сейчас впитается от этих креветок он дубов короче все можно сливки выливать 250 все 200 200 на сколько процентов здесь я уже на них делала все сейчас начнет закипать и мы начнем потихоньку бросать сливочный сыр чеснок вот это перец всякие то специи ну и водичку наталья кстати достала вкусняшки которые у меня есть ален скажи чё тебе понравилось больше всего бруснику перетертую с сахаром фикс прайсе кстати брала еще не попробовали а есть не чай пила очень вкусно кстати вот эта штука когда на роста у канди кокосовая штука но во первых во первых говорю вообще всем девчонкам моим кто приходил пробовал ли ли не особенно по моему из лени и кристине всем понравилось а вот это вот это алена говорит вообще химоза химозы но я химозу не почувствовала может я просто не разбираюсь в таком шоколаде он очень сладкий но кто-то очень приторный да а вот аленка купила сегодня вот это моя любимая вообще и вот тот вкусненький выбрала а и риттер спорт еще вот понравился тоже так что можете смело пробовать вот короче сидим чай пьем сейчас чай дамы нам утекли огнище а лимон я тебе не добавила вот такая вот мой а алена ушла в магазин за творогом и за сметаной завтра она мне покажет как делает она сырники утром у нас будут сырники потому что у меня что-то мои не получается я попросила ее чтобы она мне показал как сырники делает она она пошла за творогом а мы посмотрим что делают наши малыши денька тут у нас играет ави куля тогда бусики она достала распечатала красоту и туда мама потом посмотрит видео что ты тут делала пока ее не было пока она была в магазине алена говорит что никогда ее не оставляла кстати ну скажи я чё с тетей селеной останусь до красивые бусы очень красивый а какой-то цвет ты знаешь голубой да а вот эти какой 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 зеленый салатовый такой да нежно нежно зеленый красоточка мы с ней в розовом сегодня и я в розовом ну все играй я пойду помешаю блюдо милочка она аккуратненько вику мне не обижать иди сюда не обижает она тебя она играется и это может кусаться и царапаться такая кошка иди посиди с мамой на диване так но у меня здесь вот уже все растаяло все кипит сейчас попробую соус на соль буду выключать потому что в принципе готова вода закипела сейчас тольятели закину давай ножки поднимай ой держись крепко вот вот так нравится а ты вот так вот отталкивайся и ножки поднимай вверх но держись крепко все накаталась прыгать ну прыгать тут можно прыгать вообще сколько хочешь у меня белье везде висит кстати ой она высохла уже все мои девочки будут спать сегодня тут у меня еще белье моё будут спать сегодня на чистеньком свежем свежевыстиранном бельишки а канат еще видела ой колечки хватай колечки не можешь высоко слишком колечки да давай покрывала вот это вот уберу вот сюда ну-ка хватай колечки но нужно на носочки встать нет хватай колечки сильные руки у тебя потягивай молодец силачка ты какая вот так смотрите как мы умеем да сильно прыгай аккуратно а вот еще смотри канат ты можешь по канату лезть на колечки хочешь колечки держите все схватилась молодец аккуратно только подожди а у тебя что есть есть ты открыл или не открыл в итоге скажи викуля на викуля игра играть играть а вот и наша мама пришла молочка принесла посмотришь потом видео чем этот занимались как мы тут катались игрались ой смотрите они на милу бусы надели мил а ты это как раз а это скажи вот что значит девочка в доме да а кстати вы заметили что у нас все девочки вика я алена мила и один мальчик красавчик чё моя девочка нарядили нарядили скажи мам спаси меня ты далеко полезла высоко не залазь только а то можешь упасть хорошо хорошо ножки аккуратно только ладно давай давай викуля покатайся сейчас потом ты ладно вот вот и вот так подтягивайся молодец гимнаст о боже мой вот так вот наша принцесса катается на качалочке смотрите берите фломастеры а это с этой стороны и рисуем а он смывается это мастер как красиво и кулечка нарисуй папу папу нарисуй и маму или кирюшку нарисуй ты любишь кирюшку рисунок и мило рисунок так берем тряпочки если чё смываем вытирать можно тряпочкой смотри все смывается классно а еще ножка вот здесь ножка наступили зайка чтобы держать куврик вот так все стираем молодцы и потом снова рисуем вам игрушечку насколько интересно опять хватит а так алена а ты пробовал вообще алена не пробовала еще вот этот фрукт продукты я разрезала давай запах пахнет она идеально вкусно это маракуйя маракуйя ну как бы все на это тебе 2 я ела уже у меня 2 было пробуй запах шикарный 1 1 маракуйя в жизни загадывай желание кстати серьезно задумывать ну и как тебе желание что ты успела пробовать раскусить кисленько да можно но если зубы не жалко вкусно мне тоже нравится но мне кажется что она будет очень классно если в смузи добавлять поняла с чем-нибудь я только не знаю с чем маракуйя девочки напишите с чем маракуйя можно мешать чтобы ну не забила себя вкус маракуйя а так вообще вот я не жую эти косточки просто считай глотаю поэтому особого кайфа но они дальше поймать надо там же слизь вот эти все дела но в целом она ароматная такая кисленькая штука да не аккуратно ножками а ты чего сюда спать день пришел вообще-то здесь спит алена светлой вот что это такое дэн что за поведение на моя девочка ну и чё выключай свет день ну вообще-то здесь вика должна спать спокойно очень только поняв ту комнату спать нет почему может вы здесь будете спать и мы в той комнате будем спать ну ладно поле полежите пока сейчас я уберу милка вообще охренела детей воспитывают тут все до свидания спокойной ночи спокойной ночи пока все закончилось все закончилось все просыпаемся ну что мы покупались кушаем виноградик на ночь глядя до кушать дай на виноградик смотрим мультики малышарики и уже сейчас 21 17 пойдем укладывать детей спать всем привет доброе утро мои хорошие наша малыш не опроснулась миленькие миленькие сидят виктория витальевна виктория витальевна спит вы с ней мы с аленочкой я ее угощаю сейчас своим фирменным кофе давай зацени зацени выбрала кстати по запаху и понравилось с название со свиданиями да хотя своего не нет 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 ни вложилки я себе чуть-чуть лажу ну как вот этот водитель фонарте тоже красный я всем буду на кросс подожди твой попробую я тоже самое сделала что у тебя я решила помягче а ты думала что и апельсиновый да ну просто такой резкий и да я вторую кружку может быть буду его там попробую так ну что пока наши детки тут играются дэнка там занимается уборкой там нам алена решила показать как делает она до сырнички нам для этого понадобится два вот таких творога пятипроцентных самое то она говорит пятипроцентными с 9 чё жирновато сильно да а если ноль или там два то суховато два яйца на муке будем делать обычной потом я буду уже с овсяной экспериментировать вот изначально чё чё нам сложно на фарм если есть ванилька есть ванильный сахар все же будет делать сирена в общем добавили два яйца и перемешиваем все как следует я не знаю может конечно и блендером можно но я делаю так давай как ты делаешь все сделано что блендер он тоже он может сильно сильно надо будет меня более надеюсь видишь какой творог здесь нужно было одно яйцо придется муки больше а когда муки больше они будут такие более забитые все хватит пока хватит это точно мука наверно тоже понюхал ну похоже на муку да вот так да 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 все теперь мешай тарелочка и стопаем просто не сыпалась теперь вот этот ванильный сахар чуть-чуть так смачиваем теперь руки лена сказала холодной водой чтоб не липли вот это вот я с не догадалась да мне кажется уже хорошо разогрелась и делает вот такие красивые штучки кружочек лепешки влажного ты да ну вот это смесь ну все буду иметь ввиду что надо будет нам это одно и то нормально огонь кстати или медленно надо здесь нет побольше ну вот как раз на максималке все они с этой стороны обжарятся перевернем сейчас короче обжарим и да потом крышкой накроем чуть-чуть прилипает на сковородку мне такая же старенькая так что это нормально в общем вот они поджарились одной стороны аккуратненько мы переворачиваем мы надеемся что у нас все получится потому что знаете да что я хозяйки своя сковородка свои те все сразу не ждем пока там и но поменьше вот так вот смотри чуть чуть меньше не совсем конечно вот это убиратель да они у нас еще вторая вторую я буду лепить в принципе масло когда сковородка это нормально покрытие масло там вообще капельку так пяти минут у нас даже не прошло по моему минуту две три да и все и мы уже их вытаскиваем смотрите на салфеточку чтобы жир промокнуть да этот вещь сейчас вторую партию буду делать я уже под контролем все красивенькие у меня все время разваливаются как минимум понимаешь кривые да я все время экспериментировала это последний идеальный красавчик что мои хорошие все такая красота у нас получилось то я деньги положила сейчас он придет попробует сейчас я попробую я уже вижу на самом деле что они классные блин спасибо большое алене за рецепт за то что показала девочки идеальные сырники я такие не ела даже ни в одном рейстике я счастлива теперь сырники будут каждый день ландынка я за обе щеки вот это главное вообще не говори когда дети едят это да и на канцова большая радость сгущенку внутри нормально вообще отлично вот так вот смотри раз и вот набираешь сгущенку вот видишь как вкусно да и обалденно лайк или дизлайк лайк 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 можно 10 лайков спортсмен посадить так мы выбираем с викулей лак какой-нибудь либо ярко-розовый либо что-то неудово выбирай а разноцветные на каждые разные ладно окей мы сейчас делаем модное окрашивание ногтей моей принцессочки у нас такие маленькие аккуратненькие надо тучки да тебе дует чтобы вы так мы делаем разноцветный маникюр весенний летний ручку хорошо держишь подожди не шевели надо дуть теперь да у нас теперь с правой стороны века выбрала вот эти цвета говорит скучаю за осень еще немножко давай это тут у нас весна-лето тут у нас прощаемся с осенью дуем вот здесь уже высохла все а там дуем ну что мои хорошие вот мы вышли из дома провожаю алену и потом поедем в театр у нас сегодня могли детишки наши что там едят конфетки ты задумалась да как тебе погода да дождик не кайф да или ты любишь под зонтиком надо у нас нет зонтика мы бежали вон дынька тоже ест короче все едем до домой ты соскучилась уже за дома соскучилась за папой за братиком хочешь домой до или еще останешься у меня в гостях пойдем обратно заказываешь чем подвода все скажу да а поедем домой в общем надо погода у нас не айс действительно от видите дождь все вчера было написано что если солнце не три дня говорят дожди да в общем все супер праздник и продуктивный позитивные полезные бы был нас вечера и утра мы теперь узнали как делать супер пуперские сырники спасибо лень теперь будем баловаться сырниками нормальными в конце концов вот все неделю погода внутри мужа для настроения нужно будет просто откуда-то доставать потому что если нет солнца это трындец вообще все отвезу сейчас девчат и свидимся позже пока ой девочки у нас короче щетки кстати обещаю поменяю скоро вот музыкальный театр справа в которой мы собираемся идти постановка маугли будет такой семейный мюзикл как я люблю сейчас ищем парковочку дождь девочки машину прям не поставишь возле музыкального зонтики мы с собой не носим короче летим я здесь девочки ни разу не было если честно всегда проезжают красивый музыкальный театр и ни разу не было вот камерная сцена нам сюда вот так интересно я вся в предвкушении во-первых как денька отреагирует на спектакль во вторых вообще мюзикл я люблю вообще не важно какая постановка главная атмосфера вот это все ну что мы пришли давай сядем потом мы пришли в общем сейчас спектакль уже скоро начинается минут через 15-20 камерная сцена короче так уютненько здесь вот смотреть все детки такое больше для детей представления в общем я жду не дождусь идем тут короче заблудились не пойму куда идти как я люблю вот эти здания в театре такие колонны все такое что то здесь камерная сцена смотрите в общем у нас седьмой ряд и это камерная маленькая сцена самом деле здесь все будет видно мне кажется с любого места в общем и зеленые красивые сиденья денькин костюм так мы вышли смотреть как у нас здесь красиво спектакль нам понравился прикольный день к конечно у меня суетливый ой хочу это я иду не той дорогой там нет другой суетливо все время что-то то перевернется то на одно кресло сядет она другое свободные места были а я когда смотрела билеты там было написано нет свободных мест билет билетов точнее раскуплен короче дождик мы бежим сейчас быстренько до машин в общем крошки сходили мы на спектакль спектакль нам понравился вот я надеюсь чаще буду ходить на спектакли теперь денька конечно такой крученый верченый немножко но иногда какие-то моменты когда там поют песню там раз сконцентрируется там мальчик вначале там был мальчик потому что-то был добрый злой человек ну как бы животные там могли же да и он такой это хороший мальчик на дядю там это плохой грида правильно это хороший плохой вот но в общем мне кажется что это классно так культурно развиваться и буду ходить я хочу на взрослые спектакли ходить до если что они все такие знаете поздно вечером это по-любому если только мама будет оставаться с малышом это только тогда я смогу ходить на спектакль хотя бы там пару раз в месяц или раз в месяц а так нам все понравилось сейчас мы пришли домой мы будем отдыхать закажу суши потому что не хочу ничего готовить как-то все так это по-домашнему погода такая серая какая-то короче сейчас выбираю фотографии пришли с фотосессии вообще я счастливая да невозможно такие классные фотки мне кажется таких классных вообще никогда не было мне каждый раз виктория делать фотографию я смотрю думаю боже это я это я такая красотка это так круто когда эти фотограф видят и может фоткать она мне говорит ой какие-то типа классные как мы быстро все отсняли какие-то классные фотки говорит мне как ты это делаешь а я говорю как ты это делаешь сфотографировать быстро еще увидеть кадры понимаете мы три образа час у нее почасовая оплата а я человек вообще быстро да и как бы вот за час мы три образа сделали все очень круто короче сейчас выбираю любуюсь фотографии скоро в инстаграме будут обязательно добавляйтесь в инстаграм вот ну наверное влог этот я заканчиваю на сегодня и прощаюсь с вами всем пока пока